А вам тоже всегда было любопытно узнать перевод вступительной песни? Сначала я попробовал это спеть, но вышло, откровенно говоря, так себе, так что я лучше прочитаю. Вся наша вселенная находилась в горячем и плотном состоянии. А потом, примерно 14 миллиардов лет назад, началось её расширение. Стоп! Земля начала остывать, автотрофы стали развиваться. Неандертальцы изобрели орудия труда. Мы построили стену, построили пирамиды. Математика, наука, история, разгадывание тайн. Всё это началось с большого взрыва. Этот трек исполняет группа Беннекет Лейдис. Его полная версия появилась уже после успеха сериала. А сперва это и вовсе был фристайл, зачитанный солистом прямо на концерте, после ночного чтения книги по физике. В концерт услышали шоураннеры проекта и загорелись идеей получить песню к себе в ситком. Итак, парни, как вы здесь развлекаетесь? Ну и сегодня мы пытались мастурбировать за деньги. У сериала было два пилота. Первый не понравился продюсерам и его отклонили. Изначально вместо Пенни должна была появиться Кэти, более циничная выпивающая женщина, которой негде было жить после того, как её выгнал бойфренд. Вместо Говарда и Раджа у Шелдона и Леонардо была подружка по имени Гильда, влюбленная в Леонардо и завязавшая романтические отношения с Шелдоном. А ещё в неудавшемся пилоте Шелдон сообщает, что у него был секс с Гильдой на конвенте поклонников Звёздного Пути. Обалдеть, да? Прям альтернативная вселенная. Первый сезон короче, чем мог бы быть. Всё потому, что на конец 2007 года, начало 2008, то есть как раз к премьере сериала пришлась забастовка Гильдии сценаристов США. Их не устраивали проценты, которые отчислялись за распространение проектов. Сценаристы и продюсеры пришли к соглашению, которое всех устроило. Но целых 100 дней сценаристы не притрагивались к бумаге. Поэтому в первом сезоне всего 17 серий. Ребят, это очень просто, серьёзно. Спокойно, дорогая мужчина, за работой. Ух, тут так жарко, что я, пожалуй, разденусь прямо сейчас. А, я, кажется, понял. Звёздные войны или Звёздный путь? В сериале герои любят обе эти франшизы. А что выбирают актёры? Оказывается, все главные четвёрки безразличны эти кинофраншизы. Шелдон и Леонард получили свои имена в честь актёра и продюсера Шелдона Леонарда. Джим Парсонс не просто сыграл Шелдона. Он во многом создал персонажа таким, каким мы его знаем. Ну, или вдохновил сценаристов своей игрой. Поэтому в самых первых сериях характер Шелдона немного не такой, к какому мы привыкли. Например, он понимает сарказм и сам ёрничает. И вообще гораздо сноровистее вращается с человеческими чувствами. Наивным и взрослым ребёнком Шелдон станет в последующих сезонах. А, кстати, тройной стук тоже появился не с первой серии, а позже, когда Шелдону решили добавить немного причуд. В одном из моих видео есть интересная информация о Шелдоне. Обязательно посмотри, ты удивишься. Ссылку оставлю в описании. Леонард мог быть Шелдоном. Джонни Галлаки, сыгравший Леонардо, изначально хотел пробоваться на Шелдона. И только позже, перечитав сценарий, решил, что менее чудаковатый Леонард ему подойдёт больше. Молодец! Термин Вокс Это реальный музыкальный инструмент, созданный в 1920 году советским изобретателем Львом Термином. Издающий звуки не за счёт дрожания струны или прохождения воздуха по трубам, а за счёт движения рук исполнителя в электромагнитном поле. Этот инструмент считается одним из самых сложных в усвоении. Но Джим Парсонс на самом деле умеет играть на таком. Кстати, Джонни Галлаки умеет играть на виолончели, Майем Бялик на арфе, а Саймон Хелберг на фортепиано. Да никто не знает, бед мои. Актёры не всегда были довольны своим гардеробом. Кунал Найар хотел носить майки и шорты вместо свитеров и штанов, которые любят Радж. А ещё 20 минут ежедневно уходило на выпрямление волос Найара, которые на самом деле вьющиеся. Саймон Хелберг страдал из-за слишком узких брюк и больших рименных пряжек, которые причиняли ему дискомфорт, когда он сидел. Вы замечали, что в спальне Говарда много фигурок различных персонажей? Так вот, все они женские. Лишь одна изображает мужчину. И это фигурка Джабба. Впоследствии к ним добавилась и фигурка его жены Бернадет. Сколько он столь? Ну, позволь мне думать о деньгах, ладно? Хочу окружить свою крошку красивыми вещами. Название всех серий ситкома – это название реально существующих научных принципов, теорий и экспериментов, за исключением пилотного эпизода, который называется просто «Пилот». В доме, где живут Леонард и Шелдон, только один лестничный пролет и одна площадка. Каждый раз, когда герои поднимаются на свой этаж, члены съемочной группы просто меняют внешний вид дверей. В очках Леонарда нет линз. По словам актера, из-за разницы в росте между ним и Джимом Парсонсом, ему приходилось смотреть на него сверху вниз, из-за чего свет от прожекторов отражался в стеклах и создавал блики. Субтитры создавал DimaTorzok Квартиру Раджа и дом Бернадет никогда не показывают в одной и той же серии, по той простой причине, что квартира и дом – одна и та же декорация. Знаменитая колыбельная Софт Китти была написана учительницей из Австралии Эдит Ньюль в 30-х годах прошлого века. Ее дочери подали в суд на создателей сериала за незаконное использование песни, которая попала в сериал благодаря дочери продюсера Билла Прэдди, услышавшей колыбельную от своей воспитательницы в детском саду. Но судья отклонил иск, посчитав, что семья Ньюлин не владеет правами на песню. Лори Мэткл, играющая роль мамы Шелдона, мать актрисы Зои Перри, которая снимается в роли матери юного Шелдона в спин-оффе сериала «Детство Шелдона». Давай, иди-ка поиграй. Иди-ка поиграй. Если бы все было так просто. Все. Поиграл. В сериале было немало травм. В 2010 году Келли Куока упала с лошади и сломала ногу, из-за чего ей пришлось провести в больнице две недели. В период восстановления она появлялась в сериале как бармен. Нижняя половина ее тела была постоянно скрыта за барной стойкой. В 2012 году Майям Бялик ранила руку в автомобильной аварии, после чего Эмми появлялась в эпизодах таким образом, чтобы поврежденная рука не была видна. Немота Раджа, которая на самом деле называется селективный мутизм. Это не выдумка авторов сериала ради большей комичности. По словам Билла Прэдди, одного из двух главных создателей шоу, у него был знакомый с таким же симптомом, который позже Билл позаимствовал для шоу. Актер, исполнивший роль Стюарта, был владельцем магазина комиксов в реальной жизни. Джессика Ка, я сказал этому чудику владельцу, что мне нравится его майка, так он ее снял и отдал мне. В ситкоме Говард Воловец первый из героев вступает в брак. Вне сериала именно Саймон Хелберг первым из главных актеров заключил брак и обзавелся детьми. Актриса Кейли Куоко и Джон Галлики состояли в отношениях за пределами съемочной площадки. Свой роман актеры скрывали. Этот факт вскрылся лишь после расставания. Когда Шелдон шутит, то всегда употребляет слово А в оригинале оно звучит как Базинга. Так вот, честь этого слова ученые из Бразилии назвали новый вид пчел в 2012 году. Теперь этот вид официально называется Базинга Би. В Белоруссии снимали свой сериал по мотивам Теории Большого Взрыва. Создатели оригинального сериала очень удивились, когда узнали, что в Белоруссии вышла полная копия их детищ. Она называлась Теоретики. Даже главные персонажи были полностью списаны со своих прототипов. Но сериал не заимел успеха и оставил после себя лишь 4 серии. Привет. Привет. Халло. Бонжур. Шелдон носит футболку с изображением одного из своих самых любимых героев Флэша. А персонаж Циска Рамон из сериала про самого быстрого человека Футболку с отсылкой к Теории Большого Взрыва. Номер квартиры Эмми Фарр Фаулер 314. Это первые три знака от числа Пи. Существует фанатская теория, согласно которой каждый цветов футболки Шелдона означает определенную эмоцию, красный гнев, фиолетовая любовь и страсть, силеное спокойствие и уверенность в себе, желтый страх, синий жалость, голубую надежду, а оранжевый – жадность. Кстати, этот сериал один из моих самых любимых. Обязательно посмотри, если еще не смотрел. Напиши в комментариях, какой сериал ты хотел бы видеть в одном из моих следующих видео. Подписывайся и ставь лайк, если понравилось. А сейчас тебе на выбор два интересных видоса.